Экологи и общественники поставили властям ультиматум. Если их требования не выполнят, они объявляют голодовку. Вот меморандум, который составили противники ферросплавного завода, на нем уже есть входящие и исходящие номера и штампы краевой администрации. И здесь три условия. Главное, чтобы экспертиза по заводу проходила так, как было решено на заседании 25 июля. Затем, чтобы все заседания по заводу были открытыми. И третье, утвердить все поправки, принятые также 25 июля на Генеральной Ассамблее, поправки к техзаданию. Если одно из этих требований не будет выполнено, то противники ферросплавного завода намерены объявить бессрочную голодовку. Проводить экологическую экспертизу проекта ферросплавного завода будет Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук. Об этом сегодня заявили на очередном совете Гражданской Ассамблеи. По мнению экспертов, именно этой организации можно доверять. В ней работают опытные специалисты. Кроме того, работу центра может контролировать любая наблюдательная организация. Свои предложения по проведению экспертизы могут вносить и красноярцы. Также в день выборов горожанам предложат вновь голосовать за или против заводов ферросплавов. Проводить опрос волонтеры планируют 8 сентября. Они будут работать возле избирательных участков. При этом все результаты посчитают и передадут в администрацию края. Таким образом, активисты хотят еще раз обозначить мнение населения.